Особенности структуры и роста лука. Луковица по структуре представляет собой подземный побег. В качестве ствола выступает небольшая нижняя часть, которая называется донцем. Каждый слой луковицы – это сросшийся видоизмененный лист. За счет листьев вокруг донца образуется капсула. Ее очень хорошо видно, если разрезать луковицу пополам. Между данными листьями содержатся почки. Лук развивается достаточно медленно в первое время. Например, формирование первых пяти листочков занимает около месяца. Затем их рост ускоряется до 25 и более. Исключительно у репчатого лука образуется настоящая луковица. У других сортов она называется ложной. Каждый слой луковицы отличается мягкостью и сочностью. Предназначение луковицы заключается в том, чтобы хранить максимальное количество питательных веществ. Слои накапливают в себе влагу в процессе роста и развития. Большого размера лук уже может появиться над поверхностью грунта. Созревание и хранение луковиц. Если до этого луковица имела белый оттенок, то на этапе созревания она меняет цвет. Он зависит от сорта, может быть красным, оранжевым. Когда листья засыхают, на самой луковице образуется плотная пленка, которая меняет цвет. Ее называют шелухой. Сквозь слой шелухи практически не проникает вода. Лук – это двухлетнее растение. Первый год жизни представляет собой появление первых сходов из семян с последующим ростом. Этот этап продолжается как раз до момента формирования и созревания луковицы. Затем наступает период покоя. Другими словами, когда созревший лук собрали и сложили на хранение, это и есть период покоя. Во время следующей посадки вместе с обычными листьями появляются стрелки с соцветиями.